коллеги добрый вечер меня зовут владимир махилёв я расскажу сегодня про архитектуру операционной системы реального времени 3 на устройство микроядра и его основные функции немного о компании компания свд с более 20 лет занимается разработкой различного встраиваемого по у нас есть ряд продуктов основной из них это операционная система реального времени исторически первыми операционными системами с которыми работали были ос семейства qnx это канадские операционные системы первая версия которая очень популярна была в россии такой и 425 и затем в нулевые годы появилась шестая версия которая была нами в ходе выполнения требований российских регуляторов сертифицирована и вот с каждой скажем итерации до выполнения этих требований мы все дальше и дальше уходили от канадского начальника qnx 6 и в итоге в одиннадцатом году это превратилось в кпд нейтрино который мы с тех пор очень активно развиваем и она скажем достаточно сильно отличается от своего родоначальника хотя бы даже наличием различных процессорных архитектур в частности мы акцентируемся на российских архитектурах это и эльбрус и производители элвис байкал в общем наш основной рынок это конечно россия поэтому вот такая у нас идет заточка на российские процессоры перед тем как перейти к рассказу микро микро ядре хотелось бы сначала сделать такой небольшой обзор какие вообще бывают в принципе устройства операционных систем ну начнем самое наверное простое всем понятно это когда по сути операционная система в виде некой библиотеки линкует с пользовательскими приложениями по сути представляет из себя одну большую программу которая работает в едином адресном пространстве чего в общем то проистекает ее главный недостаток сбой в любом компоненте в пользовательском приложении системном коде он может привести к отказу системы но в то же время это диктует и основное преимущество такого подхода это очень низкие требования к системным ресурсам к памяти возможность работы на микроконтроллерах без модуля управления памяти без муму то есть подходят микроконтроллеры как вот сегодня коллеги говорили с считанными килобайтами и узел и позу следующий классический подход конечно монолитное ядро в общем-то подход linux это когда у нас есть большое на миллионы строк кода ядро и пользовательские программы работают в изолированном адресном пространстве соответственно падение этих приложений пользовательских не приводит к отказу ядру но в то же время ядро настолько большой в нем настолько много компонентов что отказ в любом из этих компонентов может привести к сбою системы в целом микроядерный подход диктует немножко другую логику когда есть микроядро и все остальное вынесено в набор взаимодействующих процессов при этом само микроядро она является неким взаимосвязующим элементом который отвечает за очень ограниченный набор функций и передачу сообщений при этом все любые внешние процессы это могут быть и драйверы и файловые системы в общем-то на самом деле даже менеджер процессов они являются отдельной сущностью соответственно при таком подходе мы получаем очень явные преимущества в первую очередь то что падение программ да или ошибки в каких-то процессах они не приводят к отказу системы в целом таким образом повышается отказоустойчивость то есть ядро драйверы все работает в изолированных адресных пространств также такой подход позволяет обеспечить очень высокую масштабируемость системы то есть конечно не как на уровне микроконтроллеров то есть допустим нашу операционную систему нельзя запустить там в 32 килобайтах памяти но тем не менее мы находимся это посередине меня между подходом с единым модулем исполнения и монолитным ядром какие минусы у такого подхода ну в первую очередь это накладные расходы на переключение контекста между различными процессами и конечно усложняется подход к разработке и обмену данными между этими процессами то есть либо мы каждый раз с каждой передачи сообщения эти данные копируем либо мы должны усложнить подход обмена данными с помощью например единой общей разделяемой памяти вот переходя к практике да к тому что если представляет микро ядро нейтрин в первую очередь это главный связующий элемент по сути это программная шина все остальные процессы в системе они взаимодействуют с микро ядром посредством системных вызовов которые в общем выполняют код в микро ядре другие подсистемы до которые отвечают за допустим менеджер очередей по секс файловой системы они вынесены в внешние процессы микро ядро оно не является объектом планирования то есть не является полноценным процессом по сути это его можно рассматривать как библиотеку то есть она выполняется только если процесс выполнил системный вызов если в системе произошло некое прерывание но имеется ввиду либо прерывание таймера либо прерывание аппаратуры компорт сети так далее либо исключение то есть это классический выход за границы допустим недопустимая инструкция вот и такого плана исключения основные функции микро ядра нейтрина в первую очередь это управление потоками создание потоков завершения ожидания завершения и изменения атрибутов следующие логи проистекающие логически из этого функции это диспетчеризация потоков не 3 на поддерживает 256 уровней программного приоритета естественно между потоками необходимо выполнять синхронизацию ядро предоставляет системные вызовы которые позволяют использовать mutex и другие классические инструменты синхронизации кроме этого естественно главный механизм микро ядра это обмен сообщениями между процессами об этом поговорим немножко позже это и сообщение импульса сигналы также ядро является главной точкой входа для прерываний то есть обрабатывает все приходящие прерывания и обеспечивает функции времени то есть ход системного времени и работу с таймерами поговорим о вытесняемости ядра начнем с того что тяжелые сервисы да они вынесены во внешний процесс а то есть например тот же менеджер очередей по секс как достаточно тяжеловесный механизм он работает по внешнем процессе да и поэтому его как бы мы здесь вообще не рассматриваем микро ядро при этом те части которые она отвечает в первую очередь системные вызовы она принципиально вытесняема то есть если происходит некое событие тоже прорывание то системный вызов останавливается прерывается здесь мы разделяем несколько классов таких операций длительные операции например копирование данных при передаче сообщения она имеет возможность сохранения различных состояний по ходу копирования и восстановление этих состояний чтобы данные не копировались заново короткие операции допустим проверка адресов при той же самой передаче сообщения они выполняются целиком повторно и есть еще один класс самых коротких операций когда допустим требуется при синхронизации захватить mutex или изменить некие атрибуты потока такие операции могут выполняться только атомарно поэтому здесь не остается ничего другого как запретить на время этих операций вытеснения и только вытеснение ядра но и работы прорывания при этом длительность участков кода на которые запрещается вытеснение ядра и прорывание она естественно стремится к абсолютному минимуму и но в современных реалиях можно говорить что составляет десятки сотни наносекунд рассмотрим на небольшом примере как выглядит такая вот вытесняемость представим что у нас есть некий отправитель до который выполнил системный вызов в данном случае отправка сообщения и вот в этот момент произошло некое прорывание от оборудования соответственно вызов прервался после этого ядро прерывания сначала идентифицировала выяснила кому его нужно перенаправить в виде сообщения допустим это драйвер который работает на 27 приоритете она передала сообщение драйверу поскольку приоритет выше сначала выполнился он он закончил свою работу и затем управление вернулась в пользовательский поток и выполнение продолжилось схематично вот так можно представить участки кода в системном вызове где его вытеснение запрещено да и где отключены прорывания здесь масштаб не отражает реальность потому что как я говорил код который выполняет системный вызов он на порядке многократно по времени превосходит вот вот время пока прерывания выключены и код ядра не вытесняем в чем основные преимущества такого подхода в первую очередь это конечно сокращение сокращение задержек времени реакции на новые события и ключевой параметр для системы реального времени это время реакции на внешние прорывания то есть за счет того что системные вызовы в нейтрином вытесняемы мы можем обеспечить работу в режиме реального времени однако есть и недостатки это конечно в первую очередь накладные расходы которые связаны с тем что связи с вытесняемостью некую работу приходится выполнять заново до повторно то есть несмотря на то что мы стараемся восстанавливать состояние при том же копирование данных тем не менее эти накладные расходы но присутствуют поговорим о взаимодействии пользовательских процессов ну то есть по сути любых процессов до допустим драйвера и приложения или просто двух приложений она осуществляется через микроядро как я говорил которые по сути представляет себя ну можно представить виде программной шины для механизма и писи какие способы передачи сообщения у нас есть первую очередь это классическая блокирующая передача центре сифреплай то есть когда клиент отправляет некому серверу данные сервер ему отвечает это используется для обмена данными между процессами для доставки коротких уведомлений используются называемые импульсы ну и также ядро предоставляет системные вызовы для классических по секс сигналов например для того чтобы прервать выполнение процесса управление потоками уже кратко упоминали ядро предоставляет системные вызовы для того чтобы создавать завершать ожидать завершение потока то есть join и изменять его атрибута часть из этих вызовов она в общем по секс совместимая есть также как бы наши внутренние вызов с помощью фрец и тл описано у нас в документации для того чтобы например привязать поток к конкретному процессорному ядру работа с временем естественно для операционной системы реального времени необходим таймер соответственно в ходе загрузки этот таймер настраивается устанавливается так называемый системный тик по умолчанию он равен 1 миллисекунде и ядро обеспечивает в общем то два типа времени первое это астрономическая классическая этом unique ставим да и сервис для запуска таймеров однократных или периодических и установки тайм-аут в том числе для системных вызовов следующая функция ядра это работа с прорываниями ядро является главной единственной точкой входа для всех прорываний соответственно она это прорывание должно идентифицировать и затем в зависимости от типа этого прорывания да у нас есть два подхода первый это использовать так называемый функцию обработчик функция обработчик она накладывает очень серьезное ограничение на используемый функционал поскольку она выполняется в ограниченном скажем пространстве у нее ограниченный размер стека и нельзя использовать системные вызовы большую их часть да поэтому она должна выполняться такой обработчик должен выполняться максимально быстро и второй подход это когда ядро вместо вызова такой функции обработчика передает по сути обычное сообщение в пользовательский процесс, пользовательский поток, для того, чтобы он мог выполнить его обработку. Принципиальная разница здесь заключается в том, что в случае с функцией обработчиком на входе в эту функцию у нас прерывание замаскировано, на выходе ядро за нас автоматически это прерывание размаскирует. В случае с придачей сообщения пользовательскому потоку, работающим на обычном приоритете, задача по размаскированию прерывания возлагается на нас, на драйвер, который работает. Следующая важная часть – это менеджер процессов. Поскольку микроядро у нас выполняет только самый базовый, минимальный функционал, а нам необходимо, чтобы все-таки была полноценная операционная система, в том числе с запуском процессов, с защитой памяти, у нас модуль, который мы называем модулем ядра, он состоит из двух компонентов – непосредственно самого микроядра и менеджера процессов. Особенность менеджера процессов, его главное отличие от остальных, это то, что он работает в том же адресном пространстве, что и микроядро. Менеджер процессов занимается, исходя из названия, тем, что запускает процессы, объединяет группы потоков, обеспечивает адресное пространство, управление памятью, отвечает за пространство путевых имен или префиксы, позволяет менеджерам ресурсов и драйверам регистрировать свои префиксы. Ну и также у него есть там дополнительный такой функционал, это, допустим, поток ожидания, idle, который работает на нулевом приоритете и вызывается, когда в системе нет других, готовых к выполнению потоков. Также менеджер процессов содержит в себе менеджер памяти, который отвечает за использование виртуального адресного пространства. Каждый процесс работает в своем изолированном адресном пространстве, ну и, естественно, с виртуальными, а не физическими адресами. Соответственно, из чего и пристекает фундаментальное свойство микроядерной операционной системы, что каждый процесс не может дотянуться до соседнего процесса и до микроядра. Поток в нашей операционной системе принципиально может иметь два состояния. Блокированные, допустим, ожидания какого-то события, сообщения или освобождения мюдекса, и неблокированное состояние. Неблокированных состояния может быть два. Поток в данный момент готов к исполнению и исполняется. Соответственно, когда диспетчер видит, что есть поток более высокого приоритета, он всегда передает ему управление. То есть, простыми словами, самый высокоприоритетный поток будет всегда получать управление. Если появился в какой-то момент времени поток, который не выполняется, но имеет состояние ready и более высокий приоритет, то на следующее выполнение диспетчеризации ядро передаст ему управление. Ну и рассмотрим два основных алгоритма диспетчеризации. Первый — это так называемый карусельный, когда у нас есть на определенном приоритете несколько потоков, и каждый из них выполняется в течение квантовремени. По умолчанию квант времени равен четырем размерам системного тика. Ну, как я говорил, по умолчанию у нас он равен одной миллисекунде. То есть поток выполняется четыре миллисекунды, затем ядро передает управление следующему потоку и так далее. Соответственно, если у нас на одном приоритете есть несколько таких потоков с такой дисциплиной, они вот так вот по кругу будут получать управление. Следующий алгоритм — простой, понятный FIFO. То есть первый вошел, первый вышел, тот, у которого самый высокий приоритет, он будет выполняться до тех пор, пока не будет заблокирован. Соответственно, в данном случае, если у нас поток на четвертом приоритете выполняется, он будет работать до тех пор, пока не решит, что хватит занимать процессорное время. После этого, допустим, у нас будет вызван некий более высокоприоритетный поток. По возврату из этого высокоприоритетного потока, поток с четвертым приоритетом дисциплиной FIFO, он будет поставлен в конец очереди. То есть если у нас, допустим, есть один поток FIFO и два скоросельной диспетчеризации, то, соответственно, у нас сначала выполнятся те, которые были с круговым выполнением. Подводя итог всего рассказанного, какие выводы можно сделать? Архитектура на основе ядра позволяет обеспечить работу в режиме реального времени, обеспечить защиту, отказоустойчивость, простоту, надежность. Поскольку большинство системных служб реализованы в виде внешних процессов, то и падение ошибки в этих процессах не приводит к отказу системы в целом. Ну вот, также хотелось бы кратенько очень привести характеристики реального времени, которые мы получили на российских процессорах. Это порядка двух микросекунд на Байкале Т1, MIPS и на Эльбрусе там было немножко подольше, потому что это была внешняя оплата ВОДВ, через PCI работающий, там 6 микросекунд. Ну и хотелось бы также отметить, что мы работаем на разных процессорных архитектурах, включая, естественно, Эльбрус. На этом у меня все. Готов ответить на вопросы. Многое написано в нашей русскоязычной документации. Есть у нас репозитории с примерами исходных кодов как программ, так и BSP, драйверов, поэтому заходите по ссылке, пользуйтесь. Спасибо за внимание. У меня два вопроса. Можно я начну с первого? А можно вернуться к слайду, где у вас был показан, как включается и выключается таймер, ну, прерывание. Там он где-то в серединочке у вас был. Еще, 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 еще. Там был вот по времени, прям временной. Вот, да, вот смотрите. И у нас есть вверху кусочек, где прерывание отключено, и внизу кусочек, где прерывание отключено. И, насколько я понимаю, в связи с тем, что операционная система с микроядром, то каждый компонент в составе ядра представляет собой отдельный процесс, правильно? Так, да? Не ошибаюсь? Нет, немножко не так. Здесь мы смотрим на системный вызов микроядра. Микроядро, оно не является отдельным самостоятельным процессом и единицей диспетчеризации. То есть оно… Ну, вот вы сказали, что CC с MSG — это отдельный процесс. Прок-менеджер, да. Ну, менеджер процесса, да. Это отдельный процесс. Вот. И в итоге, смотрите, какая интересная штука получается. Если у нас каждый маленький кусочек, который в составе монолитного ядра является частью общего адресного пространства, здесь вынесен в отдельное адресное пространство, то для того, чтобы зайти в адресное пространство ядра, ему требуется выключить прерывание. А потом при возвращении опять включить. В итоге получается удивительная вещь. Операционная система реального времени проходит при запрещенных прерываниях, живет дольше, чем операционная система общего значения. А когда она живет дольше, то, соответственно, сдвиги по прерыванию возникает больше. И в связи с этим реальное время ваше, оно очень большое. Оно слишком большое в 1,6 микросекунды. Это много очень. Тут, наверное, нужно сразу сделать важную ремарку. Это часто в реальное время почему-то путают со скоростью работы. Реальное время — это обеспечение некой заданной, известной задержки реакции на внешние события. И на самом деле цифры, которые мы получаем, учитывая, что мы, по сути, полновесная по секс-операционная система, вот эти вот цифры в 2 микросекунды, я бы сказал, это достаточно низкие цифры. Были, по-моему, порядка 15 лет назад исследования у бельгийской компании Dedicated Systems. Она на тот момент протестировала различные реал-тайм-операционки. Это Linux 2.6 с патчами реального времени. Это Windows на тот момент, кстати, удивительно, что реал-тайм. И там, скажем, вот вы говорите про монолитное ядро, Linux там просто на графике не вылезал. У него там просто улетали столбики в космос. Такие вещи лучше все тестируют на сети. То есть взять прям трафик по сети и посмотреть, как вот ваша будет операционно с тем работать, и там альтернативно ей какая-нибудь с монолитным ядром. И замерить, в общем-то, попробуйте. Вот, я не то, что это, ну, как совет, да? Смотрите, в сети тут отдельная сложная вселенная, потому что там мы начинаем говорить о сетевом стеке, о TCP IP, а это, по сути, отдельный большой автомат, да, который, опять же, тоже там жрет время, у которого тоже куча своих встроенных процессов. Скажем так, мы в своей операционке, когда гражданам нужно быстро отправлять сетевые пакеты, предоставляем так называемый сырой режим стека, когда можно вот откинуть всю эту высоковровневую логику, да, и на низком уровне сетевой пакет можно даже не оборачивать чистые головы. И дело в том, что сколько прерываний в секунду, вот сколько прерываний в секунду обрабатывается. Да, 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 конечно, это важно. И когда вот прерывания отключены, они же не обрабатываются, и в итоге количество прерываний в секунду уменьшается. А почему уменьшается? Из-за того, что слишком много ксидковых и социалистов. Вот видите, от системы сомнолитного метра. Это вот, понимаете, идея? Вы все правильно говорите, поэтому, в общем-то, и основная идея здесь максимально сократить вот это вот время, когда прерывания отключены и системный вызов невытесняемый. Вот и преимущество от того, что системный вызов вытесняемый, они многократно превосходят. Я понимаю, что вот этот слайд, он очень сильно выстрадан, и вы пытаетесь именно эту проблему решить из-за того, что слишком много этих сисков, и поэтому вы крутите, пытаетесь максимально держать включенными программами. Это первое. А второй, вот момент какой, когда вы говорили про диспетчер задач, и я не услышал, каким образом ваш диспетчер задач обеспечивает адаптивное обслуживание. То есть получается у вас полностью абсолютные приоритеты диспетчер задачи, и если кто-то на высоком приоритете займет процессор, то уже он им никогда не отдаст? Смотрите, во-первых, я рассказал про две, скажем, самые понятные, простые, потому что если бы я начал рассказывать про спорадическую, я бы там утонул на 20 минут. У нас есть еще спорадический алгоритм планирования, который предполагает установку процесса так называемого бюджета. Этот бюджет, ну то есть по сути отдельное поле в атрибутах потока, которое, во-первых, мы можем сказать, какого оно размера, во-вторых, на какую величину оно пополняется. И ядро во время выполнения, ну по сути, на каждом, скажем, системном вызове, там допустим прорывание происходит диспетчеризация, ядро этот бюджет будет пополнять. Ну вот, ну то есть адаптация все-таки есть, просто у вас в этом докладе не присущает. Вот, это первая большая сложная часть, просто там он такой немножко неочевидный, да. Вот, и вторая часть, если слово адаптивный услышал, у нас есть технологии так называемого адаптивного квотирования ресурсов, когда с помощью специального дополнительного планировщика мы можем ограничить время работы процесса и потребляемого им процессорного времени. То есть обеспечить даже работу некорректного некого процесса, который поток, да, который просто вайл один. Ему, допустим, скажем, что держи 50% процессорного времени. И запустим второй такой же, и скажем, а тебе 25. И вот они будут работать, если они будут работать вдвоем, то каждый из них съест по 50, если появится третий, который тоже скажет, хочу еще 25, они будут уже работать 50, 25, 25. Ну это очень просто, добровольно кого-то не отдал, отстрелить, да. Нет, почему, мы как раз не отстреливаем, пожалуйста, пусть они работают. Ну понятно, но имеется в виду просто его в отдельную очередь, и там уже... Да, это понятно. Спасибо. Спасибо большое за доклад. У меня два вроде маленьких вопроса, возможно, я не до конца понял. Откатитесь, пожалуйста, на слайд с обработкой прерываний. У вас на слайде было написано, что процесс может зарегистрировать обработчик, который выполняется в контексте ядра. А как же System Memory Execute Prevention? То есть вы здесь изоляцию пространственную сломали, или здесь просто какой-то не очень понятный... Тут немножко сложнее. Ему, с одной стороны, доступны данные потока, да, но при этом сам обработчик, он действительно встраивается в контекст ядра. В общем-то, из чего и проистекает его очень сильное ограничение, да, в используемом функционале, то, что он не может там системный вызов использовать, то, что у него ограниченный стэк и так далее. Этот механизм, он нужен, в первую очередь, для сокращения времени реакции. То есть если пользователь четко знает про разработки драйвера, что он делает с помощью функции обработчика, вот он может добиться тех самых, там, полутора-двух микросекунд. Однако механизм страшно опасный. И более того, тут вот могу, наверное, апеллировать канадцам, в восьмой версии они от этого дела вообще отказались. И они оставили только механизм возврата сообщения. В принципе, и мы можем сделать точно так же, да, можем отказаться от обработчиков, вот, но пока этот механизм, его преимущества, скажем, превосходят его недостатки. То есть я правильно понимаю, что ядру не запрещено выполнять пользовательский код в связи с наличием такой возможности. И, соответственно, если у вас будет проэксплуатирована уязвимость ядра, например, с переполнением буфера, то вы можете, например, вернуться в пользовательский код и, соответственно, выполнить пейлот прямо из лидерфейсного процесса. Ну, смотрите, во-первых, такой обработчик может навесить, естественно, только при наличии привилегий, это раз. Во-вторых, вы все правильно говорите, да. Только там не нужно даже вызывать никакие переполнения, потому что этот обработчик, по сути, может просто сам все порушить. Не-не, смотрите, если я обработчик не навешивал, и у меня в процессе нет такого обработчика, но я нашел уязвимость в ядре и, соответственно, подменил instruction pointer в ядре, ну, там, на юзерский какой-то pointer, который в юзере является исполняемым. Этот код будет выполняться или не будет? Так, а зачем такие сложности, если у вас есть привилегии, которые позволяют навесить обработчик? Это подразумевает, что вы уже по-другому работаете. Зачем вам такие сложности? Вы имеете в виду, что у каждого процесса есть такие привилегии? Нет, нет, для того, чтобы навесить обработчик, вам нужны привилегии. Смотрите, вот у меня есть обычный процесс, у которого нет привилегий навешивания обработчика в ядро. Соответственно, я нашел уязвимость в ядре, там, return-a-end programming какой-нибудь, в результате которого переполнил буфер и заставил ядро выполнить команду red, ну, возврата, на адрес, который принадлежит пространству пользователя. Соответственно, исходя из вашей фразы, что у некоторых процессов есть возможность сделать ядерный обработчик, я сделал допущение, что у вас выключен System Memory Execution Prevention, и, соответственно, в том непривилегированном процессе у меня придет успешное выполнение пользовательского кода с привилегиями ядра. И вот сейчас я пытаюсь понять, так ли это, или я вас не до конца понял. Извините, честно говоря, очень сложно, я запутался. Если у вас, вы уже получили возможность выполнять ваш произвольный код и повысили привилегии, зачем вам какие-то еще обработчики? Мне очень понятно. Поясню. Вопрос такой, правда ли, что из пространства ядра, из какого-то вот привилегированного, в смысле, пространства, можно, запустив код в юзерском пространстве, его правда исполнить? Есть специальный аппаратный механизм, который это запрещает. Правда ли он у вас выключен, что так возможно, спрашивают вас. Правильно? Да. Не готов сходу прокомментировать. Ну, это как бы техническая деталь, которая вроде бы так она и есть, но с этой стороны, наверное, на это никто не смотрел так пока. Это интересно. А еще, если есть вопросы вообще, как бы были? У меня еще второй был маленький вопрос. Можно на последний слайд, где у вас время обработки прерываний? То есть, вот здесь у вас, вот, да, отлично. У вас декларируется максимальное время реакции на прерывание 1,7 микросекунды. Но, как я понимаю, у вас не используются непериодические таймеры, и, соответственно, таймер у вас периодический с квантом 1 миллисекунду. Ну, по умолчанию. И, соответственно, если я взведу таймер, то есть, фактически, софтварное прерывание, то у меня время реакции будет не 1,7 микросекунды, а минимум 1 миллисекунда, то есть, 1000 миллисекунд. И здесь время реакции исключительно про прерывания, которые от устройств, а не от таймеров. Конечно, конечно, все правильно вы говорите. Здесь идет речь про внешние синхронные события, прерывания от аппаратуры. А таймеры системные, которые завязаны на системный таймер и его системный тип, они, конечно, будут только с разрешением системного таймера. И если это 1 миллисекунда, соответственно, и вы, допустим, у системы просите 1 миллисекунду, она совершенно законно вам должна выдать не менее 1 миллисекунды. Это может быть также и 2, и 3. То есть, это разные классы событий. Извините. И хпет, и обычные таймеры, и лапик таймер мы используем. Тут дело не в этом. Тут дело не в системном таймере. Тут вопрос был про вот это вот время, да? Я так понимаю, что просто некое недопонимание возникло, что это внешние асинхронные события. Да нет, нет, человек как раз все правильно говорит. То есть, одно дело, когда у вас есть некие отсечки временные, которые вы вешаете на обычный, там, пит. А другое дело, когда у вас есть требование, что вот мне нужно, чтобы я сработал, там, через, там, 100 нанасекунд. Это сплошь и рядом, даже вот в операционных системах общего значения встречается такое требование. И мы специально, вот, например, у нас купил ОСК, поднимали таймер на хпете. То есть, отдельный канал хпет висит, и мы вот можем уградуировать вплоть до нанасекунд требования по прерыванию. Все, все так полностью подтверждаю. Можно, можно завести. Вот и надо было так ответить и сказать, что вот на хпете. Спасибо за доклад. Извините, продолжение, раз мы уж на этот слайд все-таки вернулись. А вот этот 1,7 миллисекунд, меня, конечно, смущает максимальное время приблизительно. Либо максимальное, либо приблизительно. Но это, как вы мерили? Спишем, спишем это на то, что просто после семерки мы стали писать цифры. Мерили осциллографом, поэтому на глаз. Как осциллографом на глаз. То есть, вы подавали внешний сигнал на одну ногу и санимали состояние с другой. При этом у вас сообщение приходило в пользовательской, когда вы устанавливали ногу в пользовательском режиме. То есть, пропускалось через или как вы мерили? Нет, тут мы, конечно, показываем самые красивые быстрые цифры из обработчика. В пользовательском они будут побольше. Я вижу максимальное время реакции. Нет, это на... С другой стороны. С другой стороны, то есть минимальное на самом деле. Это реакция, самое, скажем, минимальное, что можно получить время реакции на прорывание. Если провернуть его через пользовательский обработчик, перейти в юзер-спейс, там подрастет еще на несколько микросекунд, конечно же. То есть, вот смотрите, да, меня вот тоже интересовал футпринт. То есть, собственно, каков характер обработки, который мы все подразумеваем, какая задача с той стороны выполняется по ходу события. И вообще у нас есть в этом плане с Антоном интересная идея по измерять в этом плане разные операционные системы. Может быть... Пора забиться уже на этот бенчмарк. Да, да. Я почти уверен, что имбокс придет на соревнования реал-тайм операционной системы, кто это сделает. У меня есть дисциплина такая в университете. У меня небольшой дежавио с прошлого года. Да, да. Ну, как бы бывает. Ну, здорово. Особенно интересно на российских процессорах все это дело мерить. Вот, ну, конечно, мы тут, естественно, меряем вообще на голой системе абсолютно пустые обработчики. Понятно, там одну линию схватил, одну линию выставил. Поэтому без нагрузки. Позвольте себе уточнить. Я попытался выяснить, на какой плате можно было бы в академическом режиме воспользоваться нейтрино. И мне, как бы, ваши коллеги передали, что это Orange Pi, одна из таких 32-битных плат. Старая, по-моему, достаточно. Ну, какая-то. То есть, вообще говоря, найти, подобрать оборудование, которым, собственно, можно воспользоваться, это, наверное, одна из задач. Вторая – саму задачу уточнить. Вот тогда можно добиваться на бенчмарке. Нет, а вообще есть стандартные бенчмарки? Вот я не в курсе. Я вот не в курсе. Есть стандартные бенчмарки, которыми… Это второй вопрос. На самом деле, коллегам, которые разрабатывают систему в реальном времени, наверное, у них должны быть. Пока добегу. Так. Как я и говорил, если мы уж начали говорить публично, а не в калуарах. Да, это тоже мне хотелось спросить. Как же мерило-то Windows CE, что там мерилось? Ну, как бы это непонятно. Цифры-то есть у всех. Вот вопрос, что они меряют, это непонятно. Так вот, когда мы предложили тест, ну, естественно, тест осциллографом проходит не в прерывании, мы возврат даем, а через какой-то разный уровень критичности, и у нас попросили сделать именно тест, когда нагружена система, то есть там есть поток, который в L1 просто нагрузит систему, и другие задачи идут, в том числе прерывание по сети пакеты, но главное, что это должно быть пользовательское приложение. В пользовательском приложении создается поток, который, два потока, один, грубо говоря, грузит в систему, а второй ждет, когда ему придется событие от условного инпута, чтобы произошло событие по прерыванию от JPO, и он выставляет на другую ногу свою реакцию. По сути, мы в своих тестах на самом деле так и поступаем. Мы замеряем целый ряд параметров, это, в частности, время реакции на обработку, то есть в обработчике, и на передачу в пользовательский, ну, события в пользовательский код, по сути, в юзер-спейс. Ну, и если мы тут про технические детали говорим, могу рассказать, как мы поступали, да, это есть процессорный модуль, да, на котором либо JPO ноги, либо плата водовывода, естественно, осциллограф к одной из ног подключенной, и на вход генератор, который подает пачку импульсов, там, настраивается, там, миллион, там, 10 миллионов и так далее. И мы, соответственно, смотрим, ну, то есть не моментально снимаем, там, один замер и по нему делаем вывод, а мы смотрим в режиме накопления этих данных за какой-то промежуток достаточно длительной времени, и, исходя из него, уже выбираем вот это самое худшее время. И один из параметров, который анализируется, это, в общем-то, пропуск прерывания, какую нагрузку может держать система без потери прерывания. Вот, и она уже, там, измеряется в килогерцах, да, здесь указывать не стали, но такой параметр, в общем, в своих тестах мы тоже получаем. Субыч Павел, спасибо за доклад. И один не технический вопрос, больше коммерческий скорее. Вот вы говорили про, давайте потестируем, давайте померимся производительностью. Вопрос на чем? Я спрашивал про рабочее место разработчика под данную систему оси РВН-Нитрино. Стоимость данного места мне была озвучена в полмиллиона рублей. Ну, я не в отделе продаж, точную цену вам не назову, но порядок, порядок вообще звучит достаточно правильно. У нас есть академическая версия, которую в рамках соглашения с ВУЗов, с ВУЗами мы можем давать, естественно, бесплатно, с полным функционалом, с поддержкой, в том числе, вот вы уже упомянули. Да, это единственная плата, которая предлагается сейчас. Нет, почему? Вы прекрасно можете и на x86 запуститься, или широко известный Bigelbon, например. Мы, кстати, да, x86 почему-то про них забыли, они вообще-то тоже могут использованы быть, да? Конечно. А вот где для ознакомления можно получить версию? Даже не полную. К сожалению, на данный момент только в, наверное, можно сказать, индивидуальном адресном порядке, то есть обратившись к нам, в общем, мы такой вопрос готовы рассмотреть. К сожалению, пока такой версии нет. Я руководству в очередной раз озвучу, что такие вопросы звучат. Понятно, что люди интересуются, хотят попробовать, но вот на данный момент политика партии такова. Спасибо большое. Ну что ж, на этой жизни трудоточной ноте я вижу, больше вопросов нет, а у нас завершается конференция. А у нас прям время подошло к самому концу. Можно сказать, что-то хорошее скажешь. Ну, слушайте, мне вообще сегодняшний день очень понравился. Я первый раз в такой роли, и самое главное, что очень рад видеть, что вот год прошел, они все помнят, что в прошлом году было так же интересно. Но надеюсь, что завтра тогда будут такими же интересными, как сегодня. Приходите завтра. Завтра должны быть круглые столы, и очень все люди просят, чтобы было нескучно. Меня просили, чтобы было нескучно, то есть не знаю, что будет. Кого-то уволят, может быть, но приходите. Возможно, просто никто не понравился обед, я почти уверен. Обед был так себе, так себе был обед, но... Вполне представленный. Продвлекаемся. Нормально? Ну, нормально, по парамели. Супчик, салатик, второе. Ну, да, да. Для молодости просто там маловато как-то было. Ну что ж, приходите. Завтра ждем, обязательно не опаздывайте. Поаплодируем друг другу, то есть, что там присоединиться, то есть, что там присоединиться. До конца.